Но на этот раз особенно пострадает сфера пенсии и здравоохранения. Это будут трудные дни. Федеральная резервная система США принимает решение уменьшить процентные ставки на полпроцента на фоне вспышек коронавируса. Ситуацию называют практически аварийной, ведь таких ежемоментных снижений мы не видели с 2009 года. При этом ФРС утверждает, что фундаментальные показатели экономики США остаются сильными. Более того, по их словам, они самые сильные за всю историю государства. Экстренное заявление. ФРС снова режет процентные ставки на половину процента. Такими действиями, как говорит ФРС, они стремятся нивелировать риски коронавируса для экономической активности. Но фундаменталы экономики США остаются сильными. ФРС говорит, что следит за ситуацией. А такого резкого снижения не наблюдалось в сентябре 2009. Теперь процентные ставки будут в диапазоне от 1 до 1,25%. Кроме того, собирается и встреча стран большой семерки, чему я сильно удивился. Ведь рынки обычно не ожидают от семерки никаких действий, а на этот раз эти действия предпринимаются. Причем каждым отдельным центральным банком, финансовым министерством и так далее. Кроме того, к этим действиям подключатся и Евроцентробанк, и Японский Центральный Банк, и многие другие фискальные институты. Как же удачно сложилось, что у рынков есть такой ангел-хранитель. Ну а мой ангел-хранитель, это, конечно же, биткоин. Всем привет, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новый выпуск. Кто-то постучался в двери и сказал мне «Привет, я экономический спад». Многие люди были убеждены, что с открытием рынков в понедельник они продолжат свое падение. Но в итоге увидели этот отскок, который уже назвали самым большим дневным отскоком со времен 2009 года. Фондовые рынки США и Великобритании растут, несмотря на страхи о глобальном экономическом спаде. Пестрят заголовки журналов, интернет-порталов и новостных ресурсов. Да, даже несмотря на то, что производственные, поставочные, сбытовые цепочки нарушены, а экономики Китая или США развиваются совсем не по плану, рынки все равно отскочили. Потому что у них есть ангел-хранитель. Им очень с этим повезло. Правда, я бы назвал этого ангела чудовищем, демоном в обличии правительств, снова готовых стимулировать рынки. Стимулировать, конечно же, с помощью инфляции денег. Снова заливая рынки дешевыми или бесплатными деньгами. Или даже просто заставляя те же банки эти деньги держать. Следующая статья очень хорошо объясняет происходящее. Доу Джоунс стремительно вырос в надежде на то, что центральные банки помогут экономике. В ближайшее время планируется присоединение ЕЦБ и Банка Японии к действиям ФРС. Очевидно же, что лидирующие мировые державы сегодня снова ощутили позабытую дрожь в коленках. Сегодня доктор злов всего мира в виде финансовых министров стран Большой Семерки проводит экстренные совещания по поводу влияния распространения коронавируса на экономику. И что с этим всем вообще делать. Для противодействия экономическому спаду будут использованы все инструменты. У нас намного меньше инструментов, чтобы справиться с какими-либо событиями, которые могут произойти. Извините, не мог удержаться от соблазна и не вставить этот отрывок. Теперь я его, похоже, буду вставлять почти всегда. Исходя из этой статьи на Yahoo! Финанс, встреча не только министров, но и управляющих центральными банками стран Большой Семерки стала известна лишь потому, что люди, которые выдали эту информацию, настоятельно просили не раскрывать их личности. Очевидно, что это собрание не предполагалось быть публичным, а встречаться планировалось тайно и секретно ото всех. То, что кроме министров там будут и сами главы центральных банков, говорит нам о том, что все намного серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Так что же это за Большая Семерка? Что ж, на данный момент она состоит из самых больших западных экономических сил. США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Япония. Семерка этих стран представляет 58% всего богатства планеты и 46% всего ВВП Земли. Какова функция этого объединения? Вообще, на бумаге они должны проводить глобальную экономическую политику, призванную помогать миру. Но в действительности их задачей является распространение и укрепление своего доминирования в мире. И знаете, что действительно забавно? Большая Семерка была создана для содействия и совместных макроэкономических инициатив стран-участниц в ответ на коллапс курса валют в 1971 году. Это событие сегодня известно как шок Никсона. Так что же сделал старина Ричард Никсон? Он обрубил всякую привязанность доллара к золоту и фактически отодвинул на второй план то, что почти столетие правило американской экономикой. Золото. Сила национальной валюты основана на силе национальной экономики. А экономика США является самой сильной и недосягаемой в мире. Поэтому я поручил министру финансов сделать все, чтобы защитить доллар от спекулянтов, а также приостановить конвертацию доллара в золото или в другие резервные активы. Кроме случаев, когда это необходимо для защиты интересов Соединенных Штатов. Это заявление дало четкое понимание того, что США хотят видеть доллар в качестве мировой резервной валюты. А страны Большой Семерки имеют право выбрать любой способ обмена, кроме привязки своих валют к золоту. А значит, они фактически обязаны позволить своим валютам свободно плыть в привязке к другим валютам. Что означает принятие этими странами других национальных валют и отказ от золотого стандарта. Вы, наверное, не понимаете, а зачем это вообще было сделано? А причина здесь только одна. И она носит название. Нефть. Гибкие курсы валют, которые уже не привязаны к золоту, делают адаптацию экономик к подорожанию нефти намного проще. А значит, цены на нефть можно безопасно и со спокойной душой толкать просто в небеса. А как вы помните, спустя всего год с чем-то после отказа от золотого стандарта, цены на нефть вдруг начали резко расти. В 1973 году. Почему же цена на нефть вдруг начала расти? Соединенные Штаты придумали систему нефтедолларов, которую еще называли Петродоллар. В 1973 году была заключена сделка между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. Договоренность заключалась в том, что каждый баррель нефти, приобретенный американцами у арабов, будет деноминирован в американских долларах. Кроме того, по условиям договора, каждая страна, желающая приобрести нефть у Саудовской Аравии, сначала будет обязана обменять свою собственную валюту на американский доллар. Со своей стороны США предложили оружие и военную защиту нефтедобывающих баз от всех окружающих Саудовскую Аравию наций. Однако в 1975 году и все эти нации, которые образовали так называемый ОПЕК, согласились рассчитывать и свои нефтебаррели только долларами США в обмен на оружие и военную защиту. Система Петродоллар стала причиной возникновения моментального спроса на американскую валюту по всему миру. Очевидно, что этот спрос был искусственным. И, конечно же, с увеличением спроса на нефть увеличивался и спрос на доллар США. Все это началось в 1970-х. И вся эта история очень четко видна на графике цены нефти, начиная с 1900-х. Вначале мы наблюдали достаточно спокойные цены, которые находились приблизительно на одном уровне. Мы видели только два прыжка во время Первой и Второй мировых войн, что достаточно логично. Но затем, с отказом от золотого стандарта и введением системы Петродоллар, цена на нефть просто взорвалась, а после стала такой же волатильной, как сегодня криптовалюта. Что ж, теперь мы понимаем, что такое Большая Семерка во главе с боссом Шестерки США, который удерживает место на троне с помощью нефтедолларов. Давайте посмотрим, как страны Большой Семерки чувствуют себя сегодня. Средняя десятилетняя доходность индексированных по инфляции облигаций обрушилась ниже нуля. Однако негативная доходность затронула и другие сферы. Состоянием на лето 2019 года четверть глобальных облигаций имели отрицательную доходность. Почему же? Да потому что мы находимся в аре отрицательных процентных ставок центральных банков. И это не то, что должно было бы происходить, если бы экономика была здоровой. Вспомните финансовый кризис 2008 года, когда для спасения экономики процентные ставки просто обрушили практически до нуля, а иногда даже ниже нуля. Сделало это большинство центральных банков. Однако начиная с 2015 годом мы видим, что график начал восстанавливаться, но только у одной страны – Соединенных Штатов. Это фиолетовый график, если что. Так продолжалось достаточно долго, но теперь реальность расставляет все точки над «и». В то время, когда господин Трамп говорит, что американская экономика взрывается и никогда в истории не была такой сильной, как сегодня. Но даже после таких обвалов процентные ставки было решено снова снизить. С лета прошлого года ставки уже снизились с 2,5 до 1,5%. И это еще до истории с коронавирусом. Мы имеем страны большой семерки, которые с трудом удерживают процентные ставки чуть выше нуля для своих центральных банков. Их босса США с Петродолларом и тайную встречу, которую они планируют провести вдали от камер. Как вы думаете, что они собираются обсуждать на закрытом собрании? Ответ крайне прост. Как низко можно опустить процентные ставки? Как низко их еще можно опустить? Ведь именно так они смогут продержаться хотя бы еще немного. По этой причине вы видите отскок фондовых рынков сегодня. Инвесторы молятся в надежде, что они там что-то сделают для стимуляции экономик. Например, сделают занимание денег еще проще и дешевле. Но для обычного человека это плохие новости, а особенно для молодежи. Более того, это даже вредно для них. Все потому, что те, кто смогут одалживать эти деньги практически на халяву, это не вы и не я. Это большие корпорации, которые получат мультимиллионные и даже мультимиллиардные займы. После чего они и будут закупать все активы, какие только смогут. Акции, недвижимость и прочее. И таким образом будут продолжать создавать пузырь. Это никак не повредит им, ведь они всегда выходят из активов практически на самом пике. Пузырь же обычно вредит тем, кто на дне. Обычным инвесторам. Чьи инвестиции застрянут в плане 401к, в котором нет возможности торговать, а заранее вывод средств назначаются штрафы. Знаете, у кого таких штрафов и ограничений нет? Конечно же, у поколения бэби-бумеров. Это люди, которые родились в период с 1940-х по 1964 год. Вот почему я не собираюсь приобретать и ни один из видов активов, которые находятся под их полным контролем. Все эти активы находятся на вершинах созданной хими пирамиды Понци Схем, фондовый рынок, доллар США и нефть, которая является кровью всего этого механизма. Но самое смертельное для них то, что эта кровь уже заканчивается, и она рано или поздно закончится. Тем не менее, все их действия приводят к тому, что пропасть между богатыми и бедными расширяется, что приводит к появлению таких вещей, как популизм, национализм и так далее. Экономические проблемы выливаются в политическую нестабильность. Политическая нестабильность может привести к мировой войне. Об этом очень понятным языком рассказал один из самых известных инвесторов планеты, Рей Далио. Итак, на каком этапе долгового цикла мы находимся? Про долг очень много говорят. Кажется, он уже длится лет 10 с крайнего финансового кризиса. Но долг все растет. И дефицит в США тоже. Так на каком мы этапе находимся? Я думаю, есть 6 этапов цикла. Ранняя часть цикла, где долг используется для создания дохода от производительности, после чего его можно хорошо обслужить. Цены на активы растут, и все просто отлично. А затем начинается фаза пузыря. В этой фазе все экстраполируют прошлое. То есть они думают, раз активы росли в прошлом, то они продолжат расти в будущем. И все продолжают одалживать деньги и залезать в кредиты. Затем вы начинаете понимать, что вы не можете выдержать такой рост долгов. И тогда начинается третий этап цикла. Это пик. В этой фазе банки пытаются нажать на тормоза, ужесточить монетарную политику и тому подобное. Затем мы переходим к замедлению. Когда процентные ставки достигают нуля, начинается депрессивная часть этапа. Монетарная политика не функционирует нормально при нулевых процентных ставках. Затем приходится применять количественное смягчение. Я думаю, период, в котором мы находимся, очень похож на период 1930-х годов. Было только два момента за всю историю столетия, когда во время долгового кризиса процентные ставки достигали нуля. И каждый из них сопровождался вынужденным печатанием денег и использованием количественного смягчения для покупок финансовых активов. И это приводило к росту этих активов и восстановлению. Но процентные ставки из-за этого давились практически до нуля по всему миру. Сегодня в финансовые активы было влито 15 триллионов долларов, что подняло их цену, но опустило ставки почти до нуля. Также это стало причиной того, что популизм начал набирать обороты. Все из-за того, что такой процесс создал пропасть между богатыми и бедными. У кого было больше финансовых активов, с их ростом разбогатели еще больше. По этой и другим причинам эта пропасть развивается все больше. Посмотрите, топ 0,1% населения владеет таким же богатством, как и 90% населения. Это очень похоже на поздние 30-е, когда тоже было такое же стимулирование экономики и так далее. Так что мы в таком позднем этапе, где политика количественного смягчения использовала большую часть своей энергии. Цены на активы возле исторических пиков, процентные ставки очень низкие, начинается ужесточение монетарной политики. Все так же, как и в 1937 году. Кроме того, возникает все больше политических конфликтов между богатыми и бедными, что приводит к популизму и даже возникновению по всему миру лидеров с националистическими амбициями. Вот в такой фазе мы и находимся. Вы еще писали о том, что случилось после 1937 года, когда мы прошли через реальный всплеск популизма и национализма, что привело ко Второй мировой войне и всем этим страшным вещам. Как вы думаете, что произойдет теперь? Я думаю, причинно-следственные взаимосвязи аналогичны. Я о том, что если есть пропасть между богатыми и бедными, а экономика находится на спаде, как делить пирог, делить этот бюджет? Существует риск, что между сторонами разовьется конфликт. Также еще больший риск интернациональной напряженности. Экономическая напряженность приводит к глобальной напряженности. Я думаю, мы находимся где-то в седьмом ининге из девяти в этом матче, в котором монетарная политика ужесточается, а для роста экономики не хватает запаса прочности. И если сейчас процентные ставки начнут расти быстрее, чем следует, цены на активы могут обрушиться в ответ, которые сейчас при таких низких процентных ставках и так находятся практически на исторических пиках. В какой-то момент нам придется переходить в рецессию. По моему убеждению, это будет не прямо сейчас, а возможно через 2-3 года. Но на этот раз особенно пострадает сфера пенсии и здравоохранения. Это будут трудные дни. Ребята, они сейчас делают все, чтобы сегодня спасти свои шкуры за счет нашего будущего. Именно поэтому я считаю, что рынок DeFi, децентрализованных финансов, является новым фондовым рынком, а биткоин является новыми деньгами. При этом альтернативная энергетика уничтожит нефть даже до того, как она закончится. Это все всего лишь дело времени. И когда я так говорю, где-то улыбается один Илон Маск. А, окей. То есть травка с табаком. Никогда не пробовал? Один раз, кажется, пробовал. Ну, чувак, тебе, наверное, нельзя из-за акционеров. Ну, это же легально. Абсолютно. Ну, ладно. Как это вообще работает? Люди расстраиваются, когда ты что-то делаешь. Это табак и марихуана, и все. Тебе нельзя курить из-за акционеров. И при этом Илон Маск все равно курит, потому что ему наплевать, акционеры могут идти лесом. Вот за это я его и люблю. А те, кто хотят получить лекарства от этой индустрии финансов первой версии, стоит подписаться на мой канал. Ведь я и есть тот самый лечащий врач, которого вы ищете. В моем распоряжении лекарства финансов версии 2.0. Потому что в мире нулевых и даже отрицательных ставок все больше людей будут искать альтернативу. И найдут ее в лице эфириума и децентрализованных финансов. Ведь здесь предлагаются процентные ставки куда выше. Кстати, все никак не могу снять видео о том, почему вам нужно накопить 32 эфириума как можно быстрее. Поставьте лайк под это видео, если оно наберет 3000 лайков, то тогда я точно сниму такой ролик. Когда децентрализованные финансы разовьются еще больше и станут еще более диверсифицированными, это привлечет не только миллионы разработчиков сети эфириума, но и целый ряд различных индустрий. Следующая волна глобальных изменений эфириума уже здесь, и вы точно не хотите ее пропустить. Как пишет Джосеф Любин, один из создателей эфириума, «Дефай откроет совершенно новые виды бизнеса и новые индустрии. Это привлечет множество устаревших отраслей, которые захотят перестроить свою работу». Следующее массивное изменение эфириума набирает обороты. Недавно и Виталик Бутерин, и Джо Любин выступали с заявлением о будущем эфириума. К сожалению, почему-то это не записывалось, но некоторые люди, которые посетили эту встречу, рассказали следующее. Любин заявил, «У нас есть один проект, который мы скоро анонсируем. Он будет связан с двумя самыми большими компаниями в мире. Проект этот станет системой, которая берет частную информацию и включает ее в частную цепочку, которая интересным способом распределяется среди различных контрагентов. Будет использоваться метод с нулевым разглашением, но с возможностью автору отслеживать эту информацию в Майннете». Две самые большие компании, говорите, да? Скорее всего, это будут Майкрософт и Амазон. Майкрософт уже до этого заключала партнерство, например, с Traffle для разработок в области блокчейна, а Амазон, в свою очередь, создавал еще в 2018 году Amazon Web Services. В рамках этого проекта они тоже изучают и блокчейн-технологии. Так что я не удивлюсь, что теперь они будут работать и в области DeFi вместе с Эфириумом. А это большой знак для развития финансов 2.0, которые идут на смену финансовой системе, что для нас придумали, а теперь пытаются удержать от смерти бэби-бумеры. Но мы-то с вами знаем, что молодость всегда побеждает. А меня зовут Богатейший Ди, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова